Парламент Крыма объявил сегодня о намерении провести референдум о будущем автономии. Предположительно он состоится 25 мая, в день президентских выборов на Украине. Крымские депутаты работали под охраной отряды самообороны, подобного тем, которые сейчас создаются по всему полуострову из представителей русскоязычного населения. Верховный Совет Крыма, шутились одним голосом из 64 присутствующих, принял решение о проведении референдума. На него будет вынесен вопрос. Республика Крым обладает государственной самостоятельностью и входит в состав Украины на основе договора и соглашений, да или нет. Таков итог этого долгого дня в столице Крыма. Все началось в 4.30 утра по местному времени. Скажите, кто вы? Кто вы, скажите? Вооруженные люди в масках, как потом выяснилось, представители отрядов самообороны русскоязычного населения, которые сейчас создаются по всему Крыму, вошли в здание правительства и Верховного Совета Крыма. И водрузили над ними российские флаги. Местную милицию отпустили с миром и табельным оружием, объяснив, что берут здание под свою охрану. Через 5 минут. Хорошо, спасибо. Что сейчас требуют или что сказали? Никто ничего не требует пока. А что не сказали вообще? Сейчас найдут Сашевский, можно будет выяснить ситуацию. Цель обеспечить работу крымского парламента, чтобы не повторилась вчерашняя ситуация, когда крымско-татарские радикалы фактически сорвали заседание Верховного Совета. Сегодня украинские националисты объявили о том, что не будут смешиваться. После обеда в центр Симферополя начали стягиваться представители пророссийских партий со всего Крыма. Россия! Россия! А в самом парламенте заседал президиум, который объявил о срочном созыве Верховного Совета. Необходимый кворум удалось собрать только поздно вечером. И депутаты решили отправить нынешнее правительство Крыма в отставку. Назначить на 25 мая референдум о новом статусе Крыма. Необходимые процедуры соблюдены. Мы чего хотим этим добиться? Мы хотим добиться и получить больше полномочий в сфере финансов, в сфере налогов, в сфере земельных отношений, в сфере собственности, в сфере инвестиционной политики. Я абсолютно уверен, что мы никогда не повторим тех ошибок, которые были у нас. И сможем сделать Крым нашим общим домом, в котором межнациональный мир и согласие определяют наше будущее. Будущее наших детей. Новым премьером Крыма депутаты назначили Сергея Аксенова, лидера партии «Русское единство». И спикер Крымского парламента, и новый глава правительства заявили о том, что считают Януковича законным президентом Украины.